Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такая вот красавица! Вот такая красавица! Буквально сразу! На блесную вертушку! Пантер Мартин 3 номера Сейчас аккуратненько буду выпускать! Класс! Домик ушла! Форель стояла вот в этой ямке! Вот под этим деревом! Я забрасывал получается вот на этот куст! Вот сюда! И вот в этом районе она брала! О, я уж не помню! Ну, в общем, вот в этой яме! У нее, соответственно, стоянка есть под деревом! Вот под этой палкой! И вот место ее обитания здесь! Но она, если стоит, то где-то вот здесь! Но я ее, может быть, уже испугнул! И вот здесь! Нет, здесь совсем мелко! Скорее всего! Здесь ее не будет! Я не знаю, как получится с этого места заброс! Ну, надо бы забросить! Попробую взять тут форель! Если она есть, конечно! Ну, я так уже тут пошумел! Пока обходил эту ямку! То она, наверное, попряталась уже! Половил я вот с того брюна! Вот такие красивые тут цветы! Только начинают распускаться! Кто знает, что это за цветок? Пишите в комментариях! Следующее возможное место стоянки форели! Это вот здесь под елками! Я еще как-то не прибросался к такому мелкому ручью! И сейчас я опять не делаю кучу ошибок! Понятно, что она стоит вот там, где торчит пенек из воды! У меня пока не идет заброс! Я не приспособился к такому ручью! Я не приспособился к такому ручью! Вот что получается! Вот что получается! Вот что получается, если торопишься! Тихо! Надо распутать теперь все это дело! А-а-а! Так, либо это была поклевка, либо это была палочка! Не видно! За папоротником мне было! О, поклевка была все-таки! О! Так-так-так-так-так! Вот такая красавица! Вот! Взяла на ту же вертушку! Фантер Мартин третьего! Троечка! Значит, 3 грамма весом! Так, отпустим рыбку! Ловлю! Ловлю на вот такую блесну! Пантер Мартин! Пантер Мартин! Троечка! 3 грамма! Золотая! С черным сердечником! И вот такими зелеными точками! Одинарник! Маленький карабин! И флюрокарбоновый поводок! Я забрасывал, стоя возле вот той елки! Впереди, которая не вот эта большая! Вот та маленькая! Забрасывал вот сюда! За папоротники! Примерно вот там! Блесна шла вот здесь! И где-то вот в этом месте! Вот у этого дерева! Пускай в это дерево, вот этих веток! Выскочила форель! Я первый раз подумал, что за ветку может быть зацепился! Но вторая проводка и рыбу я поймал! Вот отсюда хорошо видно! Логову этой форели! Да что ж такое! Ладно, придется подойти! Ладно посмотрим на логовую форель! И папоротник вот этот порванный! Мне очень пригодится! Чтоб вам объяснить, почему она здесь! Сейчас я вот так вот нарву и брошу в воду! Смотрите течение! Вот смели! С мелкой воды! Идет течение вот сюда на глубину! И основная струя проходит четко под берегом! Вот четко под берегом основная струя! Папоротник там плывет! И вот за этими палками он делает поворот и плывет дальше! Почему форель стояла в этом месте? Бросаем папоротник и смотрим с мелкой воды! Он плывет по течению! Вот к этому подмытому берегу! Здесь корни деревьев! Воды сейчас мало! Можно хорошо видеть вот эти корни! Ветки все вот эти! И вот эти валяющиеся палки и ветки перекрывают течение! Создают тихую воду под этим берегом! Соответственно это является кормовой дорожкой для форели! Вот вся вот эта мелочь которая на воде! Вот она здесь плывет! Крутится! И форель стоит скорее всего либо здесь! Либо вот в этом месте! И собирает все что прилетает к ней практически в пасть! Здесь у нее так называемая кормушка! И она живет в этом месте! И ей хватает здесь пищи! Здесь вот замечательный завал из бревен! И сюда бы конечно волблер! Но сегодня я ловлю только на вертушке! ВО가ЗАЛЬНОЕ КРАСОТА! КРАСОТА! Я же говорю она здесь стоит! Третья! Привет, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод моих приключений. Меня зовут Константин. И сегодня я ловлю форель на вот таком маленьком лесном ручье. Уже поймал три рыбки. Наступило лето, и сегодня день рыбалки только на вращающиеся блесны. Мой сегодняшний комплект. Пизон Мишель. Траут. Да, Траут Спин. 602 длине, метр восемьдесят. Тест 2,7 грамм. Полески до 4,8 либров. Катушка. Дайва. Фуэго. В размере 2000. Намотан шнур 0,8 по японской классификации. Это PE Jigger LT. И вот такая небольшая блесна. Пантер Мартин. Третьего номера. Точнее, Пантер Мартин 3. Это значит 3 грамма. Она примерно как между двойкой и тройкой. Между, наверное, двоечкой и единичкой по МЭПСу. Вот так. Небольшая застежка без вертлюжка. Объясню потом почему. А если вы знаете почему, пишите в комментариях, почему у меня вертушка без вертлюга, а только застежка. И небольшой флюрокарбоновый поводок. Ну, я привык называть его бампер на американский манер. Мне так больше нравится. Толщиной 0,3 миллиметра. Вот такой форелевый комплект сегодня со мной. Продолжаем рыбачить. А это сумка с приманками и всякими другими разными нужными рыболовными вещами. И особенно средствами от комаров. Комаров сегодня очень много. Жрут просто зверски. Давайте поговорим про приманки. У меня с собой сегодня две коробки с расширившимися блеснами. Одна коробка полностью заполнена блеснами Пантер Мартин. От третьего до шестого размера по их классификации. Моя вторая коробка с блеснами. Здесь уже есть Мэпсы. Вот. Также есть Пантер Мартин. Это Косама. Еще Мэпсы. Судаевы. В общем, много всего. Давайте по размерам поговорим. Пантер Мартин третьего номера. Это как примерно Мэпс Комет второго номера. А четверочка. Это уже все-таки ближе к четвертой и шестой. Это ближе к двойке. Но сильно меньше, чем тройка по Мэпсу. Вот. Где тут они? А, вот здесь. И, соответственно, у меня есть Пантер Мартин. Четвертого и шестого номера различаются между собой только весом. Но лепесток у них одинаковый. Этот весит 4 грамма. Этот 6. И есть вот такой вот стройничком с опушкой. Я предпочитаю ловить на блесны с одинарными крючками. Мне кажется, по моему мнению, форель так меньше травмируется. Но никого не заставляю менять тройники на одинарники. Мне так удобнее. Меньше зацепов. Проще снимать рыбу. Не раздирается ей пасть, когда вы ее отпускаете. Вот моя коллекция блесен. Вторая коробка. Кому интересно, можете все рассмотреть. Вот это мое. Богатство. Блесну пока менять не буду. Буду ловить на ту желтенькую тройку, которую я выбрал. По поводу цвета. Здесь все зависит от речек, на которых вы ловите. Если у вас довольно мутная вода, как на моих реках, то я лучше предпочитать, конечно, такое, что-то желтенькое или медное даже. Если вода прозрачная, то лучше работает, на мой взгляд, серебристая весна. Воду сейчас покажу. Можете увидеть. Что вода довольно прозрачная сама по себе, но она коричневого цвета, похожая чем-то на чай. Все прекрасно видно на дне. Но вот она именно желтого оттенка. Из-за того, что у нас очень много хвойных лесов вокруг и болот. И это из-за танинов. Танины, которые присутствуют в воде, дают ей вот такой вот оттенок чая. Поэтому в моих реках лучше работает блесна желтого цвета или медного. Серебристая только в каких-то очень уж прозрачных речках с такой практически прозрачной светлой водой. Но наши реки в основном такие желтоватые. Поэтому выбор именно желтой блесны. Новое место возможной стоянки форели. Либо она вот здесь, либо вот там немножко дальше за веточками. Давайте посмотрим, что получится. Кто-то здесь должен быть все-таки. Что-то не так с забросом. Сейчас. Вроде все хорошо. Наверное, все-таки слишком мелко. Для стоянки. Рыбы. Вот она. Да, я так и думал, что будет очень маленькая рыбка. Но... Все-таки удалось ее выманить. О! Смотрите. Какая маленькая, но очень красивая. Так, аккуратно сейчас ее отцепим. И домой. Четвертое. Не знаю, есть ли кто вот под этим деревцем. Довольно. Такое своеобразное место. Но вот здесь что-то должен быть. Если там не очень мелко, я просто вижу глубину. Я зацепил какую-то ветку. Соответственно, испугнул рыбу. Ну вот, здесь видно, насколько прозрачная вода в ручье и какой он мелкий местами. Но форель водится. Еще одно перспективное место. Будем пробовать. Ну, очень много ах ты. Всяких палок. Так, первый заброс неудачный. Второй тоже не самый лучший. Третий еще хуже. Так бывает. Нет, это... Это не мое место. Хотя, небольшая форелька, скорее всего, там стоит. Но уже слишком напугана. Вот такие вот завалы под ними очень много всегда форели стоят. Здесь на вертушку ловить довольно сложно. Здесь хорошо бы бросить воблер. Не резинку. О! Видно было, да? Класс! Классно! Да, воблер просто можно на месте подержать, вертушку надо всегда везти. Но сегодня моя цель – ловить на вертушке. Опять выход был. Здесь какой вариант? Либо все-таки поставить воблер, они у меня есть в запасе, и вытащить эту рыбу. Либо поменять вертушку уже, потому что, наверное, третий раз она не возьмет. Здесь стоит довольно хорошая по размеру форель. И я хочу поставить блесну с опушкой и побольше размером, чтобы большой лепесток не давал ей очень быстро погружаться. У меня здесь, конечно, тройник. Я их не очень люблю для ловли форели на таких ручьях. Но рыбу хочется поймать. И для этого я, наверное, все-таки воспользуюсь вот такой медной блесной с опушкой. Так, убирать далеко не буду. Возможно, у меня получится более точный заброс с тяжелой приманкой. Посмотрим. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я, конечно, не хотел бы доставать воблер, потому что... Так, сейчас у меня тут петелька. Чтобы ничего не испортить. Воблер не хочется доставать воблер совсем. Хочется ловить на вертушке. Вот. Опять был удар. Но, возможно, надо вертушку, наоборот, меньше. Эту большую вертушку. Наверное... Наверное, уже я ее слишком сильно напугал. Можно обойти с той стороны бревна, бросить. А можно попробовать поймать ее на резинку. Любой форелист, конечно, имеет не только вертушки с собой, но и что-то дополнительное. Вот для таких случаев. Я поставил не такую небольшую, вот такую белую резинку. Но это исключение из моей сегодняшней рыбалки. Но она имеет место быть, когда вы ловите форель. Потому что эту рыбу все-таки хочется поймать. Размер у нее хороший. Для такого ручья. Ну, скорее всего, я ее уже тут распугал. Отличное место. Выход на вот такой галечник. Речной. Из ямки. Наверняка там кто-то должен быть. Но он, возможно, стоит вот там, под самыми кустами. И выманить эту рыбу будет довольно тяжело. Как ее оттуда взять, я пока не понимаю. Смотрите, кого я увидел тут на галечнике. И это минога. Вот она. У меня, кстати, есть видео. Когда я попал на большой выход в нерест миноги. Здесь вот одну всего увидел. Здесь она вот к галечнику присасывается. Я пытаюсь тут сделать так, чтобы ничего не отсвечивало. И, возможно, ее будет видно. Вот она. Вот. О! Шустрая. Вот она. Это минога. Вот такие миноги плавают. Есть видео. Обязательно посмотрите. Я делал там подводную съемку. Форелик, правда, мало. Но миноги плавают. Хорошо. Ссылочку добавлю. Еще цветут ландыши. Июнь месяц. Попробуем здесь, конечно, кого-нибудь малыша. Попробуем здесь, конечно. Ну, здесь совсем как-то мелководно уже стало почему-то. Воды совсем мало. Удивительно. Весна была такая полноводная. Я думал, в этом году будет много воды в ручьях. Поэтому я сюда и приехал. В надежде на то, что здесь вода. Хотя бы по краю вот тех мелких зеленых растений, которые под папоротником. Чтобы она корни закрывала вода. Это еще 20-25 сантиметров. Но нет. Как-то очень... Очень мелко. Жаль. Ну, значит, надо искать самые глубокие места. Там и будет стоять рыба. Чуть не забыл. Пришло время рассказать, почему у меня застежка на блесне без вертлюга. Ветки. В кругом одни ветки. Все цепляется. Так. Спиннинг назад. Значит, такой фокус пройдет только со шнуром. С леской не получится. Она будет постоянно перекручиваться. А шнур позволяет использовать вертушку без вертлюга на таких вот маленьких ручьях. Для чего это нужно? Дело в том, что, когда вы забрасываете блесну в воду и начинаете проводку, вертлюг сразу проворачивает немножко блесну. И не позволяет лепестку завестись мгновенно. Вот, чтобы лепесток заводился мгновенно, сразу после падения, необходимо вязать блесну напрямую к застежке без использования вертлюга. Вертлюг не позволит блесне при падении завестись сразу. Она будет прокручиваться немножко вместе с вертлюгом. И лепесток какое-то время не будет работать. Так как здесь расстояние довольно короткое, проводка, вы видели, прямо там 1-2 метра буквально, нужно, чтобы лепесток заводился сразу. Поэтому, если вы ловите форель на таких маленьких ручьях, и апстрим, необходимо вязать блесну таким образом. Если вы ловите вниз по течению, проводка достаточно большая, то блесна все равно будет немножко перекручивать и шнур, и леску тем более. Поэтому можете использовать уже вертлюжок. Если апстрим, проводки короткие, то тогда блесна без вертлюга. Вот чуть побольше воды, и под каждой такой палкой бы сидела рыба. Поваленное дерево с этой стороны, корни подмытые, огромная яма, и я зацепился. Ну вот как так. После реки, абсолютно мелкой, где нет никаких отличных мест для ловли форели, я нашел потрясающую яму, зацепил на третьем забросе, или на втором, блесну за дерево, и испортил место. Когда заходил отцеплять блесну воду, воду и выше, чем по колено. Для вот такого мелкого ручья, где совсем нет воды, яма глубиной по колено даже выше. И это провал. Такое сочное место, и рыбу я спугнул. А там стояла наверняка очень хорошая форелина. Ручей стал довольно мелкий, совсем воды нет. Буквально вот вот такая глубина. Рыбы, соответственно, тоже нет. Комары звереют. Я пробежался, наверное, уже километра три. Больше ни одной поклевки не увидел. Пойду обратно вниз до того места, где я заходил, и буду спускаться вниз по течению ручья. Возможно, там побольше воды, и рыба будет клевать. Хочется еще половить форелик. Я добежал до реки. Сейчас пойду вниз по течению. Облавлю небольшой участок возле трубы из самой дороги. Может быть, здесь кто-то есть. Но здесь воды тоже мало. Должно быть вот это все затоплено быть. Хотя бы частично. Воды мало. В ручье воды очень мало. Вот. Возьм рука и О, есть! Вот она. Вот она. Ой-ой-ой, как она? Так, иди сюда. Вот такая. Да, вот такая небольшая рыбка. Ну, уже радует, что есть. Иди домой. Так. Не зря бежал. Может, это еще кто-нибудь стоит? Ну, вряд ли, наверное. Стоят по одной. Моя рыбалка, наверное, заканчивается. После того, как я пробежал через лес и пошел вниз по реке, я поймал всего одну форель и больше никаких поклевок нет. Ручей очень мелкий, воды нет практически. В общем, удивительно по сравнению с тем, что было весной, когда в реках воды после таяния снега было прямо очень много. Итог сегодняшней рыбалки 5 рыб и одну рыбу я не смог взять два раза она выходила, клевала и все. Плюс одно жирное место такое запорол, где должна была быть довольно крупная форелина. Ловил на вертушку. Пантер Мартин. Золото с черным сердечником третьего номера. Вот такая она форелевая рыбалка на ручье. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok